Всем привет, ребята! С вами снова я, Майнкрафтер Атопчик, и сегодня мы вместе с вами будем играть в Бэдвардс на сервере Хайпиксель. Так, ну вот мы уже с вами и попали в игру, и скоро мы с вами начнём тащить. Погнали! Так, ну, собственно, вот мы с вами уже и накопили достаточное количество ресурсов для того, чтобы закупить себе вот так хотя бы. И погнали нападать с нашими союзниками. Так, что это за графика такая у меня? Не понял. Ладно, допустим. Допустим, то, что это проблема шейдеров, и там жёлтые на нас не идут в случае? Вроде как нет. Так, ну погнали. В таком случае наши на синих-то посмотрите, как агрессивно полетели. Мы сейчас играем в режим, где, в принципе, в команде должно быть четыре человека, но во всех командах, кроме нашей, здесь трое. А, ещё в зелёной четверо. Ну, короче, нормально. Так, давайте вот этого синего заколотим. Благо наша команда уже до меня это сделала. Так, и нужно бы сейчас быстренько купить себе вечные железные штаны. Так, красный тут наш тиммейт пришёл. И, кстати, друзья, что-то я не особо видел активности на нашем последнем ролике, где мы с вами играли в Эгварс. Вот с этими вот супер-секретными настройками. Вот прямо я этого не увидел. Так, а, это красный. Хорошо, наш тиммейт. Просто, если честно, с шейдерами не очень удобно, не очень хорошо видно, что у нас происходит. Я вижу то, что у нас там зелёные на центре. И давайте строиться туда, на центр. Собственно, к ним. Потому что не Гожи, а, блин, вот это вот я профессионал, конечно. Вот мы зареспавнились. Вижу. Попался. Попался, братан. Попался, просто попался. Блин, а как-то он нас двоих просто вынес. Но, слава богу, пришёл ещё один наш союзник и просто его замочил. Это очень классно. У нас, тем временем, алмазы станут второго уровня через три с половиной минуты. И, так, ну, в принципе, у нас уже есть три алмазика. Это, конечно, немного, но и не мало. Нельзя сказать то, что это мало. Так, погнали на жёлтых нападать. Наш тиммейт тут нам помогает. Давайте отбежим. Потому что иначе нас тут просто вынесут. Понятно. Нас вынесли. Так, и да, нас полностью вынесли. Меня раздражает вот этот Спрур Спайрохникс. Потому что он реально что-то нечистое с ним. Он какой-то лошпед. Он не убивается, не выкидывается, не отталкивается и вообще ничего не делает. Только гадости творит. А также мне не нравится то, что нас зелёные заняли центр и полностью его лутают сами. Мне это прям не нравится. Как он меня вынес... А, они типа за алмазы купили и прокачиваются? Так, я вижу, как зелёные к нам в крысу сзади, с другой стороны пытаются подобраться. Но я надеюсь, что у них ничего не получится, конечно же. Так, ну, по крайней мере, я надеюсь, что не получится. Но у нас там тиммейт какой-то наш сидит. Здесь другой наш тиммейт. И зелёные. Почему вы не хотите уничтожить жёлтых? Если мы вдвоём, в две команды, с двух сторон, на них... А, всё, понял. Очень хорошо, что у нас жёлтые ушли с базы. Давай-давай-давай-давай. Сломал. Сломал я тебе яйцо, хотел сказать. Нет, конечно же, кровать. Сломал кровать. Так, ну тут меня заколотит, скорее всего. Да, меня заколотили. Но мы сломали им кровать. Это я считаю просто фаталити. Я уверен, что... Так, у нас ещё и один ливнул, и нам засчиталось его финальное убийство. Ну, короче, неплохо играем. У нас осталась команда зелёных ещё с кроватью. И погнали их уничтожать. Так, также я говорил, что я буду играть с контрастными цветами. Поэтому давайте поиграем и с ними тоже. Потому что, на самом деле, картинка реально выглядит покрасивее. Но сначала нам нужно с вами вынести, конечно же, жёлтых. Так, тут красный. А, жёлтые... Всё, жёлтые уже прям полностью вымерли. И даже вот этот спру... Никс. Даже два античета. Видели сейчас в табе были? Это вот за жёлтыми пришли. Голем. Ребят, ну голем это слишком сильно. Голема я не вынесу. И причём этот голем у них свеженький. Ещё 40 секунд будет действовать. Мне это, ой, как не нравится. Мне это прям супер не нравится. Так, и из чего у них там защита? Я надеюсь, что не из обсидиана. Так, всё, я понял. Так нам зелёных, к сожалению, не прорашить. Они слишком хорошо залутались. Но в таком случае придётся тоже чуть-чуть побегать на центр и чуть-чуть полутаться. Потому что, ну, как бы против голема идти с такой защитой, как у меня, это как-то прям самоубийство, я бы сказал. Это я бы сказал самоубийство. Тут кто-то что-то залутал. А ну-ка иди сюда, зелёный. Так, зелёного мы с вами выпихнули отсюда нафиг. А голем тут может атаковать за три блока? Нет, не может. Но это хорошо. Активировали их ловушку. Давайте поднимемся наверх. Так, понял. Пора сматываться отсюда нафиг. Так, нас этот зелёный скинул и сам, в принципе, упал. Вы понимаете, пять изумрудов было. Если бы я не свалился. Но по законам подлости, именно я и свалился. Да. Делишки, ребятишки. Так, зелёные у нас, то, что я пока вижу, слишком хорошо залутаны. Плюс сюда какой-то зелёный в алмазной броне прибежал, вы понимаете? В алмазной броне прибежал зелёный. Но сейчас он за это поплатится. Никто не имеет права вот так вот прибегать и нападать на нас. Да, конечно, ты... Прямо сейчас вот ты меня уничтожишь. Так, ну, к сожалению, для тебя я не такой нуб, как ты думал. И я... Я же не сгорёл? Да, я не сгорёл. Прекрасно. Ну, какого фига я горю? Да. И меня, конечно же, слили. Но этот игрок потом куда-то побежал. И решил, что в бездне ему удобнее. Ну что ж, это его выбор. Я бы, конечно, так не действовал бы на его месте, но... Так, бежим. Надо вынести зелёных. Мы должны это сделать. Но для этого я не знаю. С одной стороны, как бы очень логично просто пойти на центр и залутаться там. Но, с другой стороны, зелёные, они постоянно контролят центр. И у меня очень мало шансов, скажем так, прийти и центр захватить. У меня очень мало шансов ресурсы какие-то с центра забрать. Намного больше у меня шансов просто прийти к ним, чтобы мне повезло, и просто сломать им их поганую кровать. Да. Но меня скинули. Давай. Нет. К сожалению, нашего второго игрока, который там был, тоже успели вслить. Но, давайте закупим себе вот так вот. Закупим себе вот так вот. И вот так вот ещё мы с вами себе закупим. Яблочко выкинем. И, кстати, сейчас неплохо было. Голема, кстати, сделали намного легче теперь вынести. Так, чё-то они на нас как-то напали, мне не понравилось это. И, кстати, у нас защита достаточно фиговая. Типа, с их ресурсами они могут просто кирку взять, обычную кирку. А, алмазную просто. На неё нужно сколько там? 10 золота? Серьёзно? Для зелёных 10 золота? Да они возьмут её просто и купят. А нам потом с этой фигнёй борись. Так, ну мы, конечно же, берём вот так вот. И давайте ещё палочку себе купим. На отдачу. Вот теперь я закуплен, конечно, получше. И шансов, я надеюсь, у меня побольше. Слить этих мерзких зелёных. Ну, погнали. Фух, ни пуха, ни пирана. Сейчас пойдём их убивать. Вот там вот зелёный какой-то ползёт на изумруды. Я надеюсь, он меня там не будет контролить. Понятно. Ну ты же мразь просто. Ну как так можно? А-а-а. Все и вся у нас хотят нам с вами помешать. Наша команда, кстати, тоже неплохо так прокачалась. Давайте прокачаем себе скорость побыстрее, чтобы мы ломали. И нужно ещё... Так. Давайте вот так вот лучше купим. Мне кажется, так будет поэффективнее. И блоков ещё нам с вами нужно. Хотя бы офигеть тут големов. Но следующие 160 секунд, скажем, зелёные к нам не подберутся. Бежим на зелёных. Бежим. Ты чё, охренел? Братан, ну ты реально офигевший. Я же сейчас приду и сломаю тебе яйцо за это. За твои поганые выходки. Реально, вот просто очень сильно раздражают реально такие игроки, которые ничего не делают. Которые... Ладно. Что-то эти игроки доделают. Конечно, не так много всего, как я. Конечно, меня снёс этот зелёный. Я так чувствую. В них там защита 10, наверное, на броне. Потому что я ему миллион ударов нанёс. А ему пофигу. Так, нет. Зелёная говнючка, мы тебя слили. Конечно. Так, и кстати, слил его я. Давайте попробуем с другой стороны на зелёных напасть. Может быть, они с этой стороны атаки не ожидают. Хотя, если честно, вряд ли. Мне кажется, всё они ожидают. Они подготовлены. Они ко всему готовы. Ну, я с такими инструментами, конечно, вряд ли сумею именно быстро вот взять их и сломать. Но попытаться можно. Можно попытаться. Ладно, давайте отсюда убежим. Потому что на зелёный тот видел. И он сейчас, скорее всего, побежит сюда. Да, они побежали за мной. Вот сейчас такой идеальный момент в нашей команде пробраться. Давайте. Я буду их отвлекать. Я буду тут бегать как можно дольше. Просто проберитесь к ним на базу. И снесите их. Это не сложно. Так, зелёный. А вот это вот уже реально не честно. Так. Ну, не честно. Давайте хотя бы попытаемся до базы донести шесть эмеральдов. Всё. Ты, конечно, можешь сделать со мной что хочешь теперь. Я ничего не боюсь уже. Я всё на свою базу... Ну, не на свою, в свой эндер-сундук донёс. Всё, что должен был. Вы не знаете, что я тут. Не надо об этом говорить. Вы не знаете об этом. Ну, вот как он узнал? Он не мог это увидеть в дырку. Раздражает, что они ничего не делают. Так. Ну вот погнали ещё раз. Попытаемся их... Эм... Забить. Но на этот раз у нас уже получше всё-таки. Так. Где големы? Големы, насколько я помню, за железо у нас тут. 120 железа. Нужно как можно больше железа. 120. 120 железа. Давайте. 22 железа ещё надо. Хорошо. Просто... Iron, please. Всё. Нам должно хватить на голема. Поставили мы с вами голема сюда. Он на нас действует 238 секунд. Погнали с этой стороны. Будем пытаться пробиться опять в зелёном. Фух. Какая-то напряжная прям вот игра. Я не знаю, чувствуется ли это через камеру. Но вот прям напряжно как-то. Зелёные постоянно бегают, контролят. И причём, мне не очень нравится то, что... Зелёные реально просто лучше играют. Мне это раздражает. Они профессиональнее, что ли, играют. Я не знаю. А ещё у меня есть такое подозрение. То, что это какая-то тема. Потому что, ну, поодиночке невозможно, что так игроки играют. Этого просто не может быть. Так, я уже не знаю, честно, с какой стороны пытаться добежать до этих мерзких зелёных. Они меня заколебали просто уже. Давайте вот тут попробую пробраться. Мне блоков не хватит, да? Не хватит. Очевидно, что не хватит. Хотя... Хотя, в принципе, может хватить. Сейчас посмотрим. Если я сейчас ломаю им яйцо, это будет такой шок-контент реально. Ну как, блин? Такой хороший момент был. Главное, я не понял, а где же у них кровать там находится? Где у них кровать? В принципе, зелёных разобрать мы можем. Вот что я понял. Это возможно. Для этого достаточно просто, вот, хороший момент подгадать. Прокрасться как-то в крысу. Ну, а потом уже снести их, на самом деле, проще. Так, надо сейчас вот этого зелёного гада убить. Так. Ну, ты куда, братан, свалился? Идиот просто. Ну, я не знаю, как можно играть с такими тиммейтами, которые, кроме того, как ресурсы пылесосит, ничего больше не желают делать. Сейчас пойдём к этому зелёному. Откуда у него опять столько ресурсов? Ну, не ресурсов, а жизней. Вы видели? У него... Это какая-то невидимка. Это невидимка. Или... А, это из лука меня подбили. Ну, ладно, из лука это не так плохо. Так, лук это даже хорошо, в нашем случае. Конечно, а не хочешь ты с нашим големом подружиться? Нет, братан? Всё. Убегай. Убегай. Ты ничего нам не сделаешь. Ты бесполезный игрок. Всё. Мы его убили. И у него, кстати, много ресурсов. Я эти ресурсы лучше понесу-ка на базу. И даже вот ещё на базу жёлтых загоняю. И отсюда ресурсы потырю. Но эти сначала, конечно, надо сложить. И давайте ещё попробуем, может, у нас хватит на... Нет, у нас уже ни на что не хватит. Ну, погнали, всё. Вот, погнали. Пытаемся напасть на зелёных. Мы с разных сторон на них нападаем. Рано или поздно мы их всё-таки вынесем. Хотел я ролик покороче сделать и получился подлиннее. Меня раздражает, что они постоянно меня замечают. С какой бы стороны я ни пытался к ним подойти, они всё время меня видят. У них ещё всё время стоит этот мерзкий голем. Мне для того, чтобы их уничтожить, реально, я не знаю, что надо сделать. Ну, голем, ну ты... Ты, конечно, гениален. Так. Там наш тиммейт идёт. Давай. Тиммейт, давай. Так, шухеримся. Но нет. И нам сломали яйцо. Ну, кровать, точнее. Надо убегать отсюда. Но я должен этого зелёного убить. Но я должен это сделать. Да, мы с вами убили этого мерзкого зелёного. И у нас осталось два красных и три зелёных. Как думаете, возможно сейчас взять и пере... Ну... Переубивать всех этих зелёных? Я вот не знаю. Теоретически, должно быть возможно. А вот как это практически сделать, я не представляю. Так, давайте закупим себе ещё лук. Какой-нибудь из стрел побольше. 24 стрелы я купил. Ну, в принципе, на первое время хватит. Надо переложить тут вещи немножечко. Хотя бы чуть-чуть. Так. И всегда, обязательно, всегда мы будем бегать под яблочком. Потому что наши зелёные враги намного лучше залутаны. Да. Так, чё тут у нас есть? Исцеляющее поле давайте купим. И тогда нам нужно побыстрее идти на базу. Потому что на базе у нас с вами будет регенка. И на базе нас с вами не вынесут. Так. Бежим. Я вижу, что зелёный какой-то на нашу базу бежит. Ну, ничего. Я думаю, что я с ним сумею разобраться. Тем более, у меня есть вот это вот. Так. Так. Блин. Давайте его попытаемся закидать просто фаерполами, чтобы он улетел куда-то. Давай. На тебе. Всё. Мы его взорвали. Здесь у нас ещё какие-то враги. Плашпеды. Их мы тоже попытаемся вынести. Хотя нет. Не получится вынести. Там два человека. И они залутаны. Ну, точно не хуже меня. А у меня сейчас хпшек не так уж и много. Поэтому убегаем, убегаем, убегаем. Так. Ну вот, в принципе, отрегенились достаточно. Давайте его саб... Не получилось бить. Но я всё равно тебя сабью, бред. Во. Блин. Какой же он лошпед просто. Как можно было в такой ситуации побежать, зная, что у меня лук. Так. Тот по мне стреляет. Конечно, больно настрелять. А у меня блоков нет. Я отсюда не убегу. А, ну ты зелёный старался. Надо сейчас как-то пробежать на базу, при этом, чтобы он не скинул. Так. Залутаем ещё алмазики. 43 алмаза у меня. Это просто жесть какая-то. Так. Здесь у нас никого нет. Да. Никого нет. У нас всего двое с ним осталось. Это Хиунси. Ну и, соответственно, я. Так. Давайте прокачаем себе броню. Так. Недостаточно ресурсов. Понятно. Ещё 7 алмазиков надо, чтобы прокачать нашу броню до самого максимума. Давайте ему ловушек туда накидаем, чтобы он там прям вот его поколбасило. Там всё, короче, чтобы с ним происходило на моей базе. Так. Стрелы закупаем также. Обязательно фаерболов. Ещё закупаем больше, потому что, как я сейчас уже понял, и, в принципе, я думаю, то, что вы тоже поняли, фаерболы это сила. Фаерболы это реально сила. Так. Ну, главное, чтобы он сейчас вот где-то не подкрался ко мне так вот и не закрысил меня. Так, ещё фаерболы покупаем. Так. Давайте ещё раз золотым яблочком перекусим. Ещё стрел надо закупать. Вот. Вот теперь уже нормально. Теперь уже полтора стака стрел. Этого мне точно хватит. И давайте поближе к нему подойдём. Так. Это чё он там? Голема, что ли, заспорнил? Да. Это голем у него там. Голема это не очень. Хорошо. Изумрудные генераторы у нас тем временем были улучшены до третьей стадии. Он какой-то косой, а вот мы в него попали. Он ещё и лагерь. Ну, всё понятно. Так. Возвращаемся обратно. Не хочу я с ним пока воевать. Снос кровати, в принципе, у нас через 5 минут и 42 секунды. Но. Камон. Кому эти кровати уже нужны? Итак. Ни у меня, ни у него кровати нет. Ни у кого кровать не уничтожится. Так. Закупим себе ещё блоков, потому что я балбесик и не сумел блоков закупить с первого раза. И давайте попробуем отбежать на центр даже. Да. Нам с вами нужно залутаться лучше. Ну, хотя бы так же, как он. Чтобы суметь на равных с ним драться. Потому что, ну, как бы он в алмазке с алмазным мечом. Я уверен, лук у него за 6 изумрудов. И тут я такой приду с железным мечом. Извини меня, с луком за золото. Он такой, ну, чё. Так, все кровати будут уничтожены через 5 минут, написано. Так, а вон он. Ну, давайте попробуем ему фаерболами мосты попортить. Ну, просто мне делать нефиг. Так, попортим, так, попортим. Так, ну, очень напряжённая игра. Вот прям очень напряжённая. Так, давайте... Не получилось отбить, я не понимаю, как это работает. А где он? А, вон он. Так, швыряем в него ещё раз фаербол, ещё раз фаербол. Так, я сейчас слышал звук, как будто кто-то тэп. И это победа. Это просто победа. Мы просто заколотили этого игрока. И я считаю то, что это самая, вот, интересная победа, которая только была. Скольких мы с вами вынесли в конце просто. Зелёные, они с самого начала засели на центре. Не выходили оттуда, контролили его всё время. И тем не менее, у меня 12 килов, у второго игрока 9, и у третьего 8 килов. Причём третий игрок тоже из нашей команды. Он тоже красный. Ну, соответственно, я считаю то, что это полная победа. Это прям тотальное доминирование. Что ж, друзья, а на этом наш ролик завершён. Не забывайте подписываться на канал и писать комментарии. Также ставьте лайки и обязательно переходите на мой сайтедтопчик.ру, чтобы участвовать во всех моих конкурсах, которые происходят там практически каждый день. Также я сайт обновляю каждый день. Там появляются новые фишечки, всякие новые материалы. Короче, заходите. Ну, а я желаю всем удачи. И, друзья, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok